Сразу несколько патрульных автомобилей устроили погоню за лихачем в мясе. На этих кадрах нарушителя уже догнали и окружили. А до этого автомобилист не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы начали преследование. По данным ГИБДД, уходя от погони, гонщик устроил ДТП, но все равно не остановился. Как выяснилось позже, за рулем был 43-летний мужчина в алкогольном опьянении. Ранее он уже был лишен права на управление транспортными средствами. Теперь ему светит не только штраф и конфискация машины, но и уголовный срок. А у ДТП на улицах Челябинской области, расскажет наш корреспондент. Участниками этой аварии в Челябинской области стали Киа и Тойота. По предварительным данным, водитель Киа не справился с управлением и влетел в Тойоту на встречке. Виновник ДТП получил травмы. В Магнитогорске столкнулись две машины. На кадрах видно, как темное авто едет по крайней левой, а светлая машина из соседнего ряда перестраивается так, что задевает транспортное средство. Это привело водителя в ярость. Он вышел из машины и жестами попытался объяснить другому водителю, что тот не прав. До драки не дошло. Сотрудники ГИБДД попали в аварию на улице Масленникова. К счастью, никто не пострадал. Автолюбители рассказывают, что при выезде с прилегающей территории видимость практически нулевая. Ведь по краям огромные кучи снега. При столкновении никто не пострадал, и участники аварии приняли решение ДТП не оформлять. На пересечении улиц Косырево и Островского вот так сошлись две иномарки. Судя по кадрам, удар был не сильный. Огромная пробка из-за аварии образовалась на улице Хлебозаводской. Чтобы объехать разбитые машины, автомобилистам пришлось выезжать на встречную полосу. Это ДТП произошло вблизи перекрестка улиц Молодогвардейцев и Братьев Кошириных. Возможно, один из водителей не успел затормозить. Пострадавших нет. Водитель на тракторе съехал в Кювет на трассе Челябинск-Троицк. На помощь приехала железная техника. 58-й километр автомобиля дороги Челябинск-Троицк. Оказываем помощь. Как я не справился с управлением? Водитель не пострадал. Трактор успешно вытащили обратно на дорогу. Житель Ленинского района ищет лихача, который устроил ДТП и уехал. На его машине теперь вот такие царапины. Автовладелец говорит, что все случилось в ночь с 28 на 29 января на стоянке по улице Нахимова. За уезд с места аварии виновника лишат водительских прав. В Челябинске на улице Дзержинского трамвай сошел с рельсов. Очевидцы говорят, что во всем виноваты нечищенные пути. Продолжение следует...